Рабочий день Натальи Золотаренко начинается часов в 7, это в лучшем случае, бывает, что и раньше. Кабинет – это машина и улица. Есть чисто символический уголок с компьютером, чтобы отправлять документы. Обход дворников, нужно посмотреть, как у кого дела. По-разному бывает, все люди разные, ко всем разный подход нужен. Кому-то по-доброму, кому-то и бывает, что крепкое словцо приходится применять. Но в основном, да, я считаю, что можно все по-человечески решить с людьми, объяснить, донести до них. Благодаря каждодневному труду, в том числе и Валентины Воскобойниковой, в Анапе чисто. Сегодня нужно подобрать мелкий мусор, можно сказать, навести лоск. С Натальей Золотаренко она работает почти 17 лет. Справедливый, неудобно ей, плохо работать с ней неудобно, обижать вроде как-то человека. С большой вероятностью день рождения начнется так же, как и всегда, если не будет сюрпризов, не придется вставать вообще засветло. Так часто бывает, например, зимой, когда выпадает много снега. Работы много при любой погоде, просто она разная. По словам Натальи, в профессии она оказалась случайно. Закончила торговый техникум и пока подрастал сын, устроилась поработать временно. Но потом, как говорит сама, втянулась. Я люблю свой город, люблю свою работу, я уже не представляю себя в какой-то другой абсолютно профессии. Даже в выходные дни не могу сидеть дома. Мама ругается на меня постоянно, посиди, отдохни, нет. Ну, все равно выезжаю, смотрю, переживаю за людей своих, переживаю. Знаю, что они меня ждут, что я должна проехать со всеми, поздороваться. Сегодня сотрудники компании приехали, чтобы помочь жителям одного из домов в третьем микрорайоне. Они привели в порядок зеленую зону напротив их дома. Тут были настоящие джунгли. Часть веток и мусора уже вывезли, осталось еще явно не на один рейс. Глава города поставил задачу бороться с несанкционированными свалками. Задача номер один на ближайшей неделе – помыть плитку к майским праздникам, а фактически к началу нового летнего сезона.